Добрый день, это программа Paradox. Я ведущий Степан Демура, телефон студии 6510996. Звоните, код года 495, также можете задавать свои вопросы на сайт finam.fm. Сегодняшняя тема нашей программы это рост тарифов ЖКХ. Не секрет, что с начала года их рост в отдельных областях и регионах нашей замечательной страны зашкаливал, что, в принципе, наверное, как-то угрожало, начало угрожать социальной стабильности. Ну, разумеется, президент устроил показательный разнос чиновникам за рост тарифов ЖКХ. Те отрапортовали, что будут напряженно работать. И вот, по-моему, сегодня или вчера Козак встречался с президентом и заявил о том, что программа разработана, будет внедрена жизнь, тарифы расти не будут. Ну, так ли это на самом деле? И вообще, почему растут тарифы ЖКХ? Сегодня мы поговорим с Иваном Стариковым, политиком, профессором Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Добрый день, Иван. Добрый день. На самом деле, я бы хотел начать с некоторых воспоминаний. Когда была предвыборная кампания в президенты, да, по-моему, в прошлом году, я слушал вражеское радио случайно в машине, это «Серебряный дождь». Я общал их и в Москве, и «Серебряный дождь» не слушаю, но так случилось. И там, значит, выступал некто, кандидат в президенты, глава «Справедливая Россия» Миронов. И он сказал следующую фразу, что мы будем бороться с разграблением ЖКХ, потому что 45% того мы переплачиваем, и все это вводится на Кипр. Ну, теперь уже на Кипр не вводится. Но, тем не менее, вот, неужели президент не знает, что в ЖКХ, в сфере ЖКХ существует, ну, просто коррупционогенная сфера до нельзя? И почему с этим никто не борется, на самом деле? Ну, давайте я все-таки буду исходить из того, что законы, Степан, и уважаемые радиослушатели «Финам.ФМ», что законы экономики столь же объективны, как и законы природы, как и закон там всемирного тяготения. Вот, поэтому попытки вот такими административными механизмами сдержать рост тарифов, они безуспешны по одной простой причине, потому что получается некая экономическая алхимия. Когда президент, в общем, сказал, что с ума сошли, вы сказали об этом в разборе, то я с ним абсолютно согласен, он сказал, ограничьте не более 6% рост тарифов. Мне показалось, что с знаками министра Слюняев, помощник президента Эльвира Набиулина, Сергей Новиков, глава Федеральной службы по тарифам пытались объяснить президенту, вслух побоялись, но по их лицам было видно, что, в общем, предлагается некая экономическая алхимия, потому что в структуре, вот платежки, которые получает гражданин, в среднем 70% составляют три вида платежей. Это электрическая энергия, тепловая и горячее водоснабжение. А у нас порядка там 72-73% генерации электрической в стране, это газовая генерация. Соответственно, это же самое касается производства тепла и производства горячей воды. Поэтому, если Газпрому разрешено тариф увеличить на 15%, я думаю, что по факту они будут существенно увеличены, а при этом, значит, удержать 6%, то это такая экономическая алхимия. Поэтому у нас есть один монополист, вот, которому разрешено все покупать за 100 миллионов двух футболистов Халка и Винцеля для своего клуба «Зенит». Можно в одно и то же время объявлять, что мы миллиард долларов ежегодно будем тратить на чемпионат, значит, совместный с Украиной по футболу. Понятно, что все это, поэтому «Зенит», допустим, самая народная команда, вы щелкайте выключателем у себя дома, уже начинайте оплачивать футболистов «Зенит». Он все равно играть не умеет. Да, поэтому, значит, я думаю, что на самом деле задачу эту выполнить не удастся. Хотя, мы с вами должны отчетливо понимать, что степень изможности основных фондов в сфере ЖКХ, она очень огромная. И это на некоторое время чиновники, безусловно, заморозят, боясь гнева президента. Но по цепочке будет складываться проблема неплатежей. И так у нас там серьезный изменивационный голод, никто не вкладывается в ЖКХ. Поэтому по цепочке это сработает, что к осени будет оврал по провалам подготовки к отопительному сезону 2013-2014 годов. Поэтому выход-то на самом деле только один, который, в общем, я не фундаменталист либеральный, но все-таки считаю необходимо президенту было бы разобраться и делегировать полномочия вниз для того, чтобы понять. А вот на этой цепочке, условно говоря, шин конкретной электростанции или конкретно там, где генерируется и производится тепло, вот до конечной квартиры, какое количество навешано посредников? И здесь вот нас ждут чрезвычайно интересные открытия. Если была бы такая воля, то при той выстроенной вертикали, которая есть, то это позволило бы начать реально влиять на рост тарифов. А такие показательные разборы, они же много раз уже проходили, начиная там с первого срока президента нашего Владимира Владимировича Путина. Вот, но в итоге мы с вами видим чудовищный рост, и там можно сравнить по отдельным, там к уровню 2000-2002 года в 5-7 раз тарифы выросли на разные виды. Но я с вами совершенно согласен, что в конечном итоге это главная проблема. Другой обещали в ходе, год назад в ходе предвыборной кампании. Вот, а на фоне затухающего или даже отрицательного экономического роста, если мы этой темой коснемся, я просто хочу напомнить радиослушателям, аудитория Финам.ФМ это умная аудитория, что при средней цене за два месяца где-то 113 долларов за баррель, рост ВВП минус 0,3%. Вот сейчас вышли данные, кстати, по промпроизводству, год года падает, второй месяц подряд. А нам, с учетом того, что президент подписал целую серию указов, как в день своей инаугурации 7 мая, и у нас осталось меньше двух месяцев, когда можно будет подвести итоги, то мы с вами, я говорю абсолютно здесь, в общем, ответственно, что мы с вами столкнемся, что ни одно из обещаний, подтвержденных указами президента, не будет выполнено. Ну, это, по-моему, нормальная ситуация обычно, уже все привыкли. Ничего удивительного. Нет, потому что тут вопрос ведь какой. Владимир Иванович прекрасно понимает, что опора на так называемое патерналистское большинство, вот, она очень ненадежная, потому что эти люди, они, в общем, привыкли получать, чем давать. Поэтому там есть активное творческое меньшинство, вот, с которым не очень задалась в эту компанию аудитория больших городов, в общем, достаточно оппозиционно оказалась настроена, то это все чревато тем, что сейчас начнет разочаровываться и патерналистское большинство, и здесь необходимо что-то думать. Нет, ну, я с вами согласен, что необходимо что-то думать, но ведь, насколько я понимаю, все мысли сводятся к тому, что, ну, хорошо, кинем очередной кусок, проведем индексацию зарплат. Но ведь индексация зарплат, она практически, на мой взгляд, я могу ошибаться, она служит только одному, чтобы население было способно оплачивать постоянно растущие запросы монополий. Но, если так разобраться, понимаете, вот вы проводите индексацию зарплат, пенсий, одновременно растут тарифы, и все это уходит на тарифы. И на тарифы это уходит, и у нас будут серьезные проблемы, связанные с тем, что сейчас вот мне недавно говорят, ну, вот у нас, видите, мясо вроде подешевело, мясо подешевело по одной простой причине, что на фоне стремительного роста цель на кормовое зерно, и мы обнулили... Забой? Да, мы обнулили ввозные пошлины, допустим, по свинине было 15% на мясо до ноля, это требование ВТО, 40% было на живую свинью, стало 5%, производство, значит, промышленное свиноводство стало невыгодным, сегодня где-то минус 15 рублей на каждом килограмме убыток, поэтому начался сброс поголовья, но чем это чревато? Вот был такой национальный проект, который Дмитрий Иванович Медведев курировал в свое время, помните? Поддержка сельскохи. Так сброс... Извините, я сперебиваю, просто... Ну, хорошо, сейчас они будут сбрасывать поголовья, а дальше что? Так вот в том-то и дело, что... Не будет свинок, не будет коровок. Погуляем в последний раз, что называется, на свои. Но тут же ведь что чревато? Я хочу сказать, что 250 миллиардов рублей, полновесных бюджетных рублей, рублей налогоплательщиков, которые нас сейчас слушают, было потрачено на приоритет национальный проект, в том числе на поддержку промышленного свиноводства. Если сейчас ситуацию не изменить, то мы где-то к концу года потеряем из этих 250 миллиардов, миллиардов 150. А как ее изменить? А вот мы же вступили в ВТО, несмотря ни на что, кто бы что ни говорил, как говорится. Вот моя позиция, она на самом деле в том, что, ну, 150... Россия 152 или 153 страна, точно не помню, вступила в ВТО. Это последняя крупная экономика, которая не была в ВТО. ВТО это же ведь такая, в общем, инструмент, причем воюдоострый. Мы 18 лет вступали. Но там есть вещи, например, поддержка внутреннего спроса. Вот сейчас в аварийном порядке сделана некая дорожная карта зеленой корзины. То есть, ну, меры ВТО, три корзины поддержки по сельскому хозяйству. Красная, это вообще запрещено прямые субсидии. Желтая, это то, что условно можно, ну, например, субсидирование процентных ставок сельхозкредитом. А зеленое, это то, что разрешено без ограничений. Вот у нас, я сейчас скажу вещь, может быть, даже сенсационную, но это правда. Это то, что касается поддержки внутреннего спроса. Вот я скажу, что 600 рублей индексации пенсии менее эффективно, чем программа. Иван, вы должны идти на новостной перерыв, и сенсацию скажете после. Оставайтесь с нами. Снова программа «Парадокс». Я идусь, Степан Демур. У нас в гостях Иван Стариков, политик, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Начали мы обсуждение проблемы ЖКХ, но, как всегда, плавно перешли к политике и к экономической ситуации в стране. Иван, мы прервались на новостной перерыв, и вы озвучили сенсацию. Да, я претендую, что это некая сенсация, по крайней мере, в тех странах, куда мы иногда с завистью смотрим, этот механизм и давно используется. У нас это может быть воспринято сенсационно, но я считаю, что те индексации, особенно пенсии, как, впрочем, и зарплат бюджетникам, и плепособия, они в значительной степени, одно, немедленно их сжирают, и они обнуляются инфляцией. Вы привели пример, я абсолютно здесь с вами согласен. Как можно было бы более эффективно использовать бюджетные деньги, решая, с одной стороны, и социальную задачу, с другой стороны, допустим, помогая сельскому хозяйству. Вот первое. Если вы спросите любого сейчас руководителя, или владельца сельского хозяйственного бизнеса, или предприятия, то главная проблема для него не произвести, а продать. Поэтому вопрос некого генерации, создания гарантированного спроса со стороны государства, эта задача чрезвычайно важна, это разрешено. Увеличение внутреннего спроса, это разрешено, это зеленая корзина ВТО. Путем закупки госфонда, вы имеете в виду? Не только госфонды, я сейчас просто пример приведу. Вот смотрите, у нас структура потребительской инфляции, на самом деле, фатальная для потребителей. Вот даже если рост отчитывается, берем для корректности их цифры, там 7,2%, я думаю, что на самом деле процентов 11, но пусть 7,2%, то в этих 7,2% в общую копилку вносит процентов 4,5-5, это рост цен на продовольственную корзину. Поэтому это одна часть. Вторая часть, это доля расходов на то, чтобы себя прокормить в средней российской семье. Сейчас это приближается в разных регионах по-разному, но там условно к 30% до 50%. В Америке это 9,10%, в Европейском Союзе 12,13%. Аймана, хотелось, извините, вас прорываю, хотелось уточнить, ведь у нас практически потребительская корзина, она не совсем соответствует действительности. Ну, это так, но я сейчас все-таки, сейчас, чтобы ее не разбирать, то, что там рекомендуют врачи, соответственно, диетологи и так далее, я сейчас хочу остановиться на том, ну, пускай то, что у нас на сегодняшний день есть. Поэтому мы с вами должны отчетливо понимать, что вот эти индексации, они могли бы сработать по-другому, если бы люди получали эти деньги в виде продовольствия. Даже в благополучных Соединенных Штатах эта программа давно действует. Это называется Food Stamps, продовольственные марки. Ну, в прошлом году порядка 47 миллионов были получателями, то есть это 20% населения Соединенных Штатов. Вот чуть более 30 миллиардов долларов по условиям ВТО США может тратить на поддержку своего сельского хозяйства. Вот только по программе Food Stamps, значит, они потратили в прошлом году где-то 89 миллиардов долларов. Это все разрешено без ограничений. Они, с одной стороны, адресно помогли самым малообеспеченным. Понятно, что нельзя купить алкоголь, табак, другие подакцизные товары. Простой набор продуктов, в которых нужно прийти и приготовить дом. Это привязано к домашним хозяйствам. С другой стороны, очень эффективно помогли сельскому хозяйству, потому что убрали часть продукции с рынка. Если вы добавите у нас 32 миллиона декретированного контингента, школы, больницы, детские дошкольные учреждения, это еще примерно 11 миллионов тонн продовольствия на 640 миллиардов рублей. Нам всего 9 можно потратить на поддержку сельского хозяйства. А здесь 640 это 22 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Если мы федеральные потребности, армия, пенетициарная система, госрезервы добавим, то мы сможем убрать где-то 35-40% производимой внутренней продукции с рынка. Но это же сложнейшая многофакторная задача. И для того, чтобы ее решить, необходимо разобрать на запчасти яростно построенную вертикаль власти за последнее время и делегировать полномочия на уровень субъектов федерации, муниципалитетов, отраслевых союзов, саморегулируемых организаций. И тогда эту задачу можно решить безошибочно. А вот здесь поподробнее можно? Вот смотрите, у меня просто возникло некоторое непонимание. Я полагаю, у радиослушателей тоже. Ведь, в принципе, такая задача наиболее простым способом решается как раз внутри действенной вертикали власти. Отдал команду, вертикаль работает, все сделали. А вы предлагаете разрушить... Ну, я понимаю, она у нас не действенная, и управление в системе потеряно практически. Степан, так? Да, так, но искусство управления — это всегда искусство делегировать полномочия. Другого никто не придумал. Либо вы умеете делегировать полномочия, либо вы пытаетесь... Есть еще вторая часть, на самом деле. Было бы кому делегировать полномочия? На самом деле, я думаю, что если бы регионы получили определенные полномочия, я еще раз говорю, муниципалитеты. Вот вам простой пример. Я приведу Москву. Каждое утро в Москве нужно 470 тысяч завтраков в школах, я говорю, 270 тысяч, значит, соответственно, обедов, и 70 тысяч полдников, ну, детей, соответственно. Примерно такое же количество, но только на 3 раза увеличивать детских дошкольных учреждений, в детских садах. Добавляйте 93 тысячи стационаров в лечебных учреждениях города Москвы. На все это из московского бюджета тратится порядка 35 миллиардов рублей. И в год? В год. Дальше, если мы, вот у нас есть, условно говоря, управы, есть муниципальные депутаты, есть школы, если мы на уровне субъекта федерации, сначала там, условно говоря, Министерство здравоохранения, Министерство образования начинаем решать эту задачу, то мы на втором этапе себе свернем шею. Почему? Потому что, вы же понимаете, это очень многофакторная задача, да, связанная с тем, что, в зависимости от того, какие, ну, где-то есть фабрики доготовочные, куда можно привезти полуфабрикаты, и там их разогреть в гастро-имкостях, да, а где-то есть повара, столовые, где необходимо привезти те или иные. Пытаться управлять этим процессом из центра и даже из московской мэрии абсолютно бесполезно. А, я понимаю, что вы, да. Вы понимаете, да? Да, 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 да. Ты обязательно ошибешься. Во-вторых, вокруг этого огромное количество воровства. Если мы делегируем, да, у нас полторы тысячи муниципальных депутатов. А, Иван, скажите, хорошо, вы упомянули тему Боростов, потому что, скажем так, в тот детсад, в который ходят мои дети, там я знаю точно, что яички стоят в семь раз дороже, чем на рынке. Ничего специального в этих яичках нет. Вы говорите делегировать полномочия. Но, если не ошибаюсь, наш великий экономист Кудрин как-то сказал, когда ему стали пенять на то, что он не тратит деньги, а ссылает их в стафон, сказал, а что их тратят, разворуют. Понимаете, вы предлагаете, на мой взгляд, разумное, хорошее решение, но оно не совсем не совсем ложится на те реалии, которые у нас есть. Нет? Да нет, вы знаете, нам все равно придется решать. Я вот пытался сказать, как я вижу этот механизм. Вот, вот механизм, да. Вот смотрите, есть 35 депутатов Московской Думы, да, это люди, которые представляют почти 12-миллионный город. То есть, это специально было сделано в свое время Юрием Михайловичем Лужковым, потому что 35 человек ему проще управлять, чем 100, допустим. Не дай бог, лидеры появятся, да. Да, поэтому эти люди реально изучают рельеф морского дна по рябе на поверхности воды. Они небожители. А есть муниципальные депутаты, их полторы тысячи, эти где-то 350 избирателей на один мандат, а здесь полторы тысячи, где-то примерно от 4 до 5 тысяч человек их избирали сегодня. И наверняка там, где же зона ответственности одного муниципального депутата, значит, у него есть на территории, на его территории обязательно один или два детских садика, школа и так далее. И он избирается народом. То есть, прямая ответственность есть. Да, у него сегодня никаких полномочий, где поставить мусорные бачки в дворе и какого цвета покрасить скамейки, других полномочий у него нет. Если у него есть, были бы эти полномочия, он бы вместе с родительским комитетом вашего детского садика, школы, создали бы совместную группу и очень тонко отрегулировали. Ну, не будут родители воровать у своих детей. Делегировать полномочия вам, ваш ребенок, вы же соберетесь, вы не будете воровать, вы определите рационы, вы не дадите в 7 раз дороже покупать, соответственно. И очень быстро вы отрегулируете этот вопрос. Вот в данном случае, как необходимо решать эту задачу. Теперь я понимаю, что вы сказали, что необходимо разрушить. Все правильно. И когда депутат, он понимает, его здесь почти все знают в лицо. Ему завтра, во-первых, его на следующих выборах не изберут. Во-вторых, ему просто будут камни кидать вслед, если что-то. Понимаете, когда мы делегируем институтом гражданского общества, даже таким маленьким, на уровне управы, которая распадается еще на много-много, групп домов, детских школ и так далее, то в конечном итоге, там происходит саморегулировка. Истекается информация абсолютно по ценам, справедливо, по объемам, по какому качеству, с какими особенностями, в зависимости от того, какой, соответственно, кухня или пищеблок в данном конкретном учреждении. И тогда эта система увеличения внутреннего спроса и использования бюджетных денег, которые идут для социальных задач, она начинает работать. Завтра открывается Московский экономический форум в Шуваловском корпусе Московского государственного университета. И там будет специально панель, я в том числе буду выступать, связанную с тем, связанную с поддержкой сельского хозяйства и вот такими новыми направлениями. Я думаю, что те предложения, которые мы наработаем и предложим правительству, от них сложно будет отказаться. Потому что иначе нужно посыпать голову пеплом, признавать, что 18 лет мы ошибались, нужно срочно динансировать соглашение по ВТО и с позором выходить оттуда. Но не надо было вступать. Нет, главная проблема на самом деле не ВТО. Главная проблема просто фатальное несоответствие институтов нынешних, государственных. Их отвратительное качество, архаичная эта система, которая не соответствует требованиям современного мира, конкурентной экономики ВТО. Поэтому либо мы приводим, либо сельского хозяйства, я написал недавно, либо мы сплетем зеленую корзину для поддержки сельского хозяйства. Либо наше сельское хозяйство склеит ласты. Это мне напоминает марксизм на самом деле. Что происходит, когда производственные силы перестают соответствовать производственным отношениям? Ну да, ну классики были правы. Кто бы спорил. Ну что ж, мы продолжим наш разговор после новостного перерыва. Оставайтесь с нами. Программа «Парадокс» снова в эфире. Я ведущий Степан Димур. У нас в гостях Иван Стариков, политик, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Наш разговор плавно перетек в необходимость реформирования вертикали власти. И у меня на самом деле к вам есть очень простой вопрос. Смотрите, приходит очень много гостей, которые, в общем, все более-менее говорят очень правильные вещи, которые понятны и с точки зрения здравого смысла, и той пользы, которую могут принести стране эти предложения, которые высказываются, они, в общем-то, очевидны. Ничего глубинного или сверхъестественного в них нет. А я всегда их спрашиваю. Вот скажите, почему такие элементарные предложения не внедряются? И, к сожалению, прихожу, в общем-то, к такому выводу, что, в общем-то, банальный такой системный анализ, то есть, что существующая система, она просто не способна уже самореформироваться. Это такой колосс на глиняных ногах и не приведи Господь. Там камешек пролетит и он рухнет. У вас не складывается такое впечатление? У меня складывается такое впечатление по одной простой причине, что имитационный... Вы понимаете, имитировать политику некоторое время можно. Экономику имитировать нельзя. Вот. Поэтому имитационная модель политики, она сейчас, в общем, запирается или подвергается серьезному испытанию и угрозе. Это как раз невозможность имитации экономики. Дело в том, что я почти 6 лет был заместителем министра экономики и не потому, что я там с теплой вспоминаю в лихих 90-х, я не считаю их такими. Это были достаточно романтичные годы, но я просто посмотрел, там средняя цена вот в эти почти 6 лет моей работы колебалась около 20 долларов за баррель. И мы как-то справлялись с этой задачей. Вот тот нефтяное проклятие, которое просыпалось на Россию, а по-другому это не назвать, в отсутствии контроля или в отсутствии и постепенного рушения института контроля над бюрократией, вот, привели к тому, что вот этот такой дождь нефтедолларов, он оказался, оказал разрушащий на российские все государственные институты, особенно политическую систему. Короче, по толстым слоям нефтяного жира окончательно расплылись мозги. А теперь из этой ситуации нужно как-то будет выходить. Почему? В 2007 год, специально беру последний предкризисный год, в 2008 году случился глобальный финансовый кризис, при средней цене 67 долларов за баррель, средняя цена была в 2007 году, российская экономика выросла на 7,8, рост ВВП был. В прошлом году при средней цене 109 долларов за баррель российская экономика со всеми натяжками выросла чуть более 3%. По итогам двух месяцев, как я уже сказал, первых месяцев 2013 года при цене 113 долларов за баррель мы видим экономический спад. это означает, что больше надеется сырьевая модель себя полностью исчерпала и соответственно жизненно важные для власти для того, чтобы удержать некую такое социальную стабильность 5% не будет. Иван, а кстати, вопрос, откуда взялись эти 5%? Например, в Китае говорят, что должно быть 8%, в России 5%. Откуда берутся такие цифры? Такие цифры проецируются рост реально располагаемых доходов населения. То есть, исходя из этого, выстраиваются модели, что 5% это тот минимум, который власть не будет вызывать у людей идеосинкоразии. То есть, 5% это такой темп роста, просто для себя пытаюсь выяснить, при котором реально располагаемые доходы не будут уменьшаться. Да. Это такой бег на месте. Это такой бег на месте, общепримиряющий, что называется, и есть надежда, что вот то самое патерналистское большинство, Уралвагонзавод, условно, условный Уралвагонзавод, который будет чувствовать, если не благодарность, то, по крайней мере, не будет нарастающее раздражение по отношению к власти, потому что образованный класс, то активное меньшинство, творческое, оно давно, в общем, достаточно скептически относится к власти. Поэтому вот эти 5%, значит, необходимо будет предлагать другие варианты решения. А другие варианты решения потребуют, безусловно, изменения политической модели. Почему? Вот смотрите, как исчерпала себя сырьевая модель 2007 год. А теперь я вам скажу, что в 2007... Ну, она себя исчерпала, на самом деле, по одной простой причине, на мой взгляд. Если вы вспомните, с 2007-2008 годы, да, там был высокий темп роста цен на нефть. То есть у нас был высокий темп притока капитала в страну. А сейчас цены на нефть практически стоят на одном уровне, и вот этого градиента подпитки дополнительной денежной базы у нас нет. В общем-то, и все. И это все. И второе, что на самом деле мы же не создали для того, чтобы генерировать прибавочную стоимость здесь. Да. Это вот одна часть, второе, разрушение институтов. А как же инновационная экономика никак не развивается? Да. Инновационная экономика, к сожалению, не может развиваться, как, по-моему, кто-то Юлия Латынина сказала, не может быть нанотехнологии в Византии. Вот. Поэтому исчерпанность экономической модели, сырьевой экономической модели неизбежна. Здесь опять аплодирую Владимиру Ильичу Ленину, который сказал, экономика и сконцентрированное выражение политики, наоборот, политика и сконцентрированное выражение экономики. Поясню эту мысль. Вот смотрите, исчерпалась вся сырьевая модель, мы показали по темпам роста. И политическая себя исчерпала. 2007 год, хочу напомнить, оплатили взятки за то, чтобы выдвинуться от Единой России. Ну как, ну они там сколько, 3-4 миллиона стоило, да? Нет, вот если вы хотели пойти даже на выборы мэра или даже главы муниципального образования, то вы должны были, если вы... А, понял. Оплатили взятки. Не в депутаты, да. Да, не в депутаты даже выйти. Сейчас тщательно скрывают. Тщательно скрывают. Нет, мы вроде вот как в Жуковском. Я вижу там полковник МЧС идет, вот Войтюк, который при поддержке Единой России, но под камуфляжем самовыдвиженца пошел. Я типа, я самовыдвиженец. Ровно то же самое. Я при всем уважении к Сергею Семеновичу Собянину, вот бьюсь об заклад. Вы представляете, у него из 35 депутатов в Мосгордуме 32 Единая Россия. Он говорит, нет, я пойду, я пойду, как самовыдвиженец от всех москвичей. Он же понимает, что если он выдвинется от Единой России, шансов у него избраться ни одного. Даже Чуров не поможет. Не будет ни одного. Поэтому сейчас термин такой запустили. Департизация. Да, необходимо отцепиться. Поэтому исчерпанность сырьевой модели экономического роста привела к исчерпанности политической модели. И какие бы розочки на торт не придумывали в виде различных фильтров или так далее. Народного фронта и прочие ерунды. Все это на самом деле снесет. И потребуется, во всяком случае, спрос появится на политике, которые способны предложить некий проект. Я называю это проект осмысленный, проект национально-государственного будущего. Не тот, который последние там 10 лет в элитах все здесь и сейчас и ничего завтра. А тот проект, я это называю проект национальной, если хотите, ориентированной буржуазии, который все-таки нет, не только все здесь и сейчас. Ну, сейчас же у нас, насколько я понимаю, действует модель, так называемая, модель Дерипаски, утилизация России, которую он очень хорошо написал. Да, ну, дело в том, что... А как от нее отказаться? Она же, понимаете, такая сладкая и приятная для власти имущих. И ведь их, по-моему, ничто не заставит что-то поменять. Вот вы говорите, политики. Нет, их заставит поменять инстинкт самосохранения. А он у них еще остался? Я думаю, что... Не вижу просто. По их действиям не замечает он. Я не поклонник теории конспирологии, но у меня вот такое ощущение, что Владимир Владимирович специально доводит ситуацию до абсурда с той же Государственной Думой, окончательно дискредитирует этот институт для того, чтобы сбросить этот балласт. Ну, не хочу, так сказать, хвастаться, но еще три года назад я сказал, что Медведева и Единую Россию просто кинут, как их сдадут, кинут, как камень, косточку народу. По всей видимости, ну, допустим, даже если будет... Хорошо, а что они этим добьются? Вот дополнительные выборы, досрочные выборы в Госдуму? Безусловно, будут досрочные выборы в Госдуму, и вот тогда я думаю, что на фоне того, что других аргументов уже у власти не будет, других возможностей в очередной раз пообещать не будет, понадобятся на самом деле политики, содержательные политики. Вот, вот те политики, которые может, условно говоря, во власть станут набирать людей не по избытку угодливости, вот, отрицательной селекции, да, лояльности, отрицательной селекции, а по достатку мозгов. И в этом смысле начнут быть востребованы ряд проектов, которые, я надеюсь, вот на том же Московском экономическом форуме, который завтра открывается в МГУ, мы будем обсуждать. Во всяком случае, я один из таких проектов хочу предложить, которые там уже в течение четырех с половиной лет достаточно серьезно мы прорабатываем, и которые исходят на самом деле из ряда, если хотите, даже геополитических особенностей расположения, расположения России. Я вот просто смотрю на часы, я, если могу... У нас еще много времени, слово с ним выслушаю. Что это за проект? Расскажите, пожалуйста. Первый раз я его презентовал в ноябре 2011 года в Нью-Йорке на российско-американском экономическом форуме. В 2008 году американский экономист Пол Кругман получил Нобелевскую премию, обратите, в 2008 году за свою работу... Не поминайте его имя здесь. За свою работу пространственная экономика. Значит, суть этой работы на самом деле состоит в том, что в мире есть некие центры производства, некие центры потребления. Территории между ними, так называемая транзитная территория, имеют определенный статус и перспективы развития. В мире есть несколько стран с большой территорией, например, Канада или Австралия. Но только Россия свою 17 миллионами квадратных километров в 9 часов поясами раскинулась между Восточной Азией и Европой. Центром производства, да. Середины прошлого века послевоенное восстановление Японии, потом Юго-Восточная Азия, Тигры, так называемые, потом реформа Дон Сиропина в Китае позволили сформировать в этой части земного шара мировую сборочную фабрику. С другой стороны находится 860 миллионов достаточно обеспеченных потребителей. И между ними Россия. И РЖД. И РЖД. Глобальный грузопоток между Восточной Азией и Европой последние 10 лет нарастает миллион, полтора миллиона контейнеров в год. В прошлом году порядка 42 миллионов контейнеров проследовало по этому маршруту Восточной Азии и Европы. Из них около 50 тысяч из 42 миллионов проследовало по Транссибу. Остальное море мимо России. А это есть веские причины? Ну, для этого есть веские причины. Ну, для начала, что море на самом деле дешевле. И там с логистикой проще. И там с логистикой проще. Но, смотрите, если мы посмотрим сектор морских перевозок, то за последние 40 лет он кардинальную модернизацию. Вот 30-35 лет назад средняя вместимость контейнеров была 600-700, ну, до 1000 контейнеров. Сейчас вот строится порядка 50 судов, там от 12 до 17 тысяч контейнеров. И под это все, соответственно, вся инфраструктура формировалась. А сектор жизнедорожных перевозок, он ничего. Как царь-батюшка построил в 2016 году, 18 октября исполняется 100 лет открытия сквозного движения по трансибу. Так ничего не сделали. И даже на отдельных участках мы бы могли скорость развить, но не можем. Радиусы закругления пути, обход южной полки Байкала, южной полки Байкала, там кто ездил знает, из хвоста голову видно, поезды и наоборот. Там центробежные силы не позволят развить скорость. Все под паровозную тягу делалось. Так под паровозную тягу и осталось. Я назову еще одну цифру, ведь только в 2010 году была закончена электрификация окончательная трансиба полная. Так вот, но дальше наращивать невозможно перевозки морским транспортом по ряду причин. Первый, это Суэцкий канал. Его возможности пропускные исчерпаны. Во-первых, уже больше 12. Не соглашусь с вами. Знаете почему? Потому что я видел статистику по количеству контейнеров, которые проходят через Суэц, она падает уже полтора года. Сейчас находится на уровне 2001 года. Правильно. А знаете почему она падает? По ряду причин. Первое, что суда больше 12 тысяч уже не входят. А, все понятно. Это первое. Второе, они повысили тарифы. Но тем не менее, сегодня в среднем 150 судов непрерывно каждые сутки проходит через Суэцкий канал. У нас два варианта. А это короткий путь, но это 40-45 дней минимум. Соответственно, у нас остается, у нас остается, на этом я остановлюсь. Мы прорываемся на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день. Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». Я ведущий Степан Димур. У нас в гостях Иван Стариков, политик, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Разговариваем мы сегодня о судьбах страны. Начали с ЖКХ, потом перешли на вертикаль власти. И вот сейчас рассматриваем интересный проект Ивана Старикова. Да, Иван, пожалуйста, расскажите нам. Он не только мой проект, целая группа ученых работ. Так вот, продолжаю. Значит, на самом деле, «Черусет» сегодня проходит в среднем 150 судов. И это короткий путь, но тем не менее он 40-45 дней занимает. Его возможности исчерпаны. Увеличить скорость судна более 25 узлов в час невозможно. Порядовывает ограничения перерасход топлива. Не обеспечивается добавленней скорости. И, соответственно, кавитация это разрушение винтов. Значит, значительная часть грузопотока пойдет вокруг Африки с нерешенными проблемами в Баденском заливе. Ну, вы знаете, пираты и так далее. И это уже 80-85 дней. А фактор времени на самом деле ключевой становится. Если где-нибудь в Гонконге, Сингапуре или в Малайзии сделали iPad 7 или 10, там, то если он через 3 месяца приплывет в Европу, после этого времени уже появится новый. Поэтому фактор времени становится ключевым. И на самом деле трансконтинентальному российскому маршруту от Пусана до Роттердама это 12 тысяч километров и из них 9 тысяч по территории России. На самом деле альтернативы ведь нет. Это позволит решить ряд задач политических, потому что эрозия центральной власти нарастает, особенно в той части, которая за Уралом. Сибирь, Дальний Восток, центры притяжения другие, комплекс колонии там формируется и так далее. Обезлюдивание территории этих. Это одна часть политическая, вторая экономическая. Что дает такой проект? Это проект дает реальных 6-6,5 миллионов рабочих мест. Это новая урбанизация страны. Это новые центры притяжения капитала, товаров, услуг, труда. Но не может все московская агломерация. Я посмотрел, Степан, до 2017 года еще 23 миллиона квадратных метров жилья вот здесь вводится. Город и так уже мертвый. Миллион 100, миллион 200 тысяч прибудет. Вот здесь московская агломерация Москва и 70 километров вокруг Москвы. Но невозможно все втягивать в одну воронку. Необходимо предложить новый проект, который бы с одной стороны сплачивал нации, с другой стороны на самом деле диверсифицировал и создавал новый центр притяжения. И тогда молодежь безработная из бывших моногородов, депрессивных и так далее понимает, куда есть поехать. Стоит такой проект, российская часть примерно 9 тысяч километров, он 25 субъектов федерации связывает. Стоит такой проект, порядка российская часть 220-250 миллиардов долларов. Если мы создаем, это вполне подъемные деньги. Сейчас 200 просто перевожу в количество олимпиад и чемпионат мира по футболу. Это 5 олимпиад. То есть, грубо говоря, если так вот брать одна олимпиада и один чемпионат мира по футболу. Не-не-не. олимпиады. Я имею в виду конечную стоимость олимпиады и чемпионата мира по футболу. Это вот 1 и 1, да? Но вы же поймите, что срок жизни олимпиады 14 дней плюс еще паралимпийские игры. Вот. Если бы я готов на эту тему поговорить, я сейчас все-таки закончу. То есть, вы понимаете, но этот проект, который создает особые условия для долгосрочного сотрудничества. Почему? Потому что вот АТС саммит прошел, я-то считал, что вот должен был главный вопрос повестки дня на острове Русский. Ведь русская цивилизация четверть века живет в комплексе национального поражения и депрессии. Вот. Поэтому предложить мировую... Который всячески стимулирует самому. Да. Предложить сплачивающий не только Россию, но и мир проект с одной стороны не попытаться. Слушайте, гонка вооружений похоронила Советский Союз. Она поставит точку в истории России, если уж говорить откровенно и честно. А другой, создание международного консорциума для реализации приведет к тому, но это же потребует качественного улучшения института. При такой таможне кто доверит на вашу территорию груза? При таком суде... Вы меня с языка сняли вопрос. Да. Вы понимаете, это все замечательно, это хорошо. Но, во-первых, зачем нынешней власти скажем так, устранение комплекса неполноценности у русских, первое. Второе. Кто это будет делать? Они Олимпиаду построить не могут вообще. Ну, будет прикольно, если в 2014 году Олимпиаду не проведут. Это тоже мое предсказание четыре года назад сделал, что Олимпиады не будет. То, что не успеют построить. Вы, по-моему, в Сочи были? Да. Вы что, с самой не согласны? Я сейчас закончу тогда. Можно буквально пару? Я думаю, что на самом деле у строительства Транссиба, который в 8195, тоже было много противников и с точки зрения рафинированных эскапидомских экономистов это был проект неокупаемый. Я не противник, я только за, но вот... Вы поймите одно, что на сегодняшний день, я еще раз говорю, либо власть предлагает такой проект, либо она не спрячется нигде на земном шаре. Просто в нынешний информационный век не спрячешься нигде на земном шаре. Поэтому этот вопрос висит и я думаю, что... Во всяком случае, я в этом смысле думаю, что такие проекты, без этих проектов ни Олимпиады, ни Мундиали не спасут. Относительно Олимпийских игр. В 2008 году, 5 лет назад, мы подготовили доклад. Я был руководителем этой рабочей группы, которая называлась СОС. Спасти обреченный, зачеркнуто Олимпийский Сочи. Смысл был в чем? Мы тогда предлагали, что в соответствии с 48-й статьей устава МОК разнести программу Олимпийских игр. 5 оставить. В Сочи все, что связано с горнолыжным кластером, где имело смысл развитие дальнейшее. Горная лыжа и так далее. А 10 разнести по другим субъектам федерации. Это дало бы стимул, это не противоречило. Более того, я убежден, что МОК подойдет к такой, невозможно без конца строить. Посмотрите, что в Турине происходит. Ветшают и разваливаются. Мы тогда на 42 листах. В Греции то же самое, в Афинах. В Греции то же самое. Это наносит ущерб серьезный международному олимпийскому движению. МОК понимает, что нужно с учетом современных информационных технологий. Слушайте, сейчас цифра, можно картинку любого качества, идеального качества на любые площади экраны выводить в режиме реального времени. Но это ведь, если бы условно говоря, в Сочи 5, а мы дальше по ряду субъектов, есть традиции зимних видов спорта. Где эти инфраструктуры будут использоваться? А не в субтропиках? Да, в субтропиках. Это должно быть стимул для развития целого ряда регионов. Гостиницы, вокзалы, аэропорты и так далее. Рабочие места. То это был бы совершенно другой формат, во-первых. И это та же самая история, что тогда даже такое, я считаю, что на самом деле великие победы Россия зимняя страна, великие победы советских олимпийцев, спортсменов, хоккеистов, фигуристов, лыжников, биатлонистов и российских вполне заслужили провести зимние олимпийские игры у нас. Но можно ведь было в течение двух лет предложить изменить формат. Во-первых, не было бы такого роства и такого чудовищного напряжения. Я только что вернулся из Сочи, ездил на Кубок мира по биатлону и своими глазами в очередной раз увидел вот то безумие. Вот мы остановились там, то, что сейчас досталось Сбербанку и я честно говоря соболезну Герману Скороичу Грефу, когда мы стояли вот это горная карусель и такое ощущение, что кто-то сверху сидел на крыше автомобиля и трусил из цемент из мешка, потому что такая пыль и гарь стоит, в таком авральном режиме это все делается. Я уже не говорю про качество, я уже не говорю про там, что там какие-то экологические нормы и требования и поэтому тихая ненависть, то есть поначалу все сочинцы были в восторге как россияне, сейчас тихая ненависть, но если на саммите АТС что-то стырили и разрушилось, то он интересовал очень узкую прослойку населения, ну озабоченных экономикой и политикой и граждан, но извините меня олимпийские игры, олимпийские игры, к ним же будет приковано внимание всех, всей страны, поэтому у меня на самом деле большие сомнения, что объекты будут сданы, ну вот чисто визуально, я не строитель, но какое там чудовищное нарушение технологий, дай бог, чтобы они две недели простояли, да, ну а потом все равно же, сейчас же опять подчеркиваю, ничего не скроешь в этом, когда это начнет сыпаться, поэтому я возвращаюсь. Ну хорошо, ну смотрите, ну начнет сыпаться, ведь система власти построена таким образом, что ответственных нет, никакой ответственности за свои решения не принимают, не несут, вот в чем проблема-то, я уже не говорю об отсутствии какой-либо отчетности перед избирателями, вот в чем проблема, вот вы рассуждаете как государственник, а назовите, покажите мне хоть одного государственника, включая президента в системе власти, я не вижу, ну по их делам, а не словам. Степан, вы тоже слились с языка, думаю, что в конечном итоге, конечно, за всю ответственность будет нести президент, я думаю, что президент человек не глупый, не построил бы он такую структуру и систему достаточно устойчивую, у него есть политическое чутье и политическое мастерство, поэтому я все-таки остаюсь вот оптимистом, не с тех оптимистов, которые ходят по кладбищу, смотрят на кресты, и о, говорят, это плюсики. Вот, я более уравновешенный оптимист, но я думаю, что инстинкт самосохранения, я далек от мысли, что Владимир Владимирович развернет массовые репрессии против своих ближайших сторонников, не замечено за ним такой кровожадности, в то время, сколько он находится у власти, он дорожит людьми и пытается по-мягкому от них освободиться, и даже, значит, пойменные за руку братья Белаловы спокойно уехали где-то в Баден-Баден и поправляют здоровье. Один уже вернулся. Да, ну, я думаю, что, значит, себе дороже, что называется, серьезно наступать им на хвосты, а вдруг они чего-нибудь не то начнут рассказывать. Да. Но, мне кажется, что все-таки президент создал для того, чтобы начать кардинально менять команду. И здесь вопрос какой? Либо мы остаемся на стороне тех, чем хуже, тем лучше. Есть такой вариант. Но, я всегда вспоминаю этот Гарик Игорь Миронович Губермана, где врут и себе, и друг другу, и память не служит уму. История ходит по кругу, из грязи по крою во тьму. Поэтому, если у нас память служит уму, отказаться от этой логики, да, убийственной, что чем хуже, тем лучше, вот мы сейчас, а потом опять. Поизвестные, это самое, кто пользуется, значит, романтики творят, а пользуются, что называется, плодами революции подонки. Поэтому, я думаю, что нас ждут ближайшие несколько лет, кардинальное изменение элиты и приход новых людей к управлению страной. И это, если хотите, единственный шанс для Путина и нынешнего режима для того, чтобы, ну, во всяком случае, не повторить... Сохранить жизнь. Да, сохранить жизнь. Вы думаете, они на это пойдут? Я думаю, что... Не столько даже пойдут, а им удастся это сделать, без крон, потому что я придерживаюсь точки зрения, что, к сожалению, времени у страны больше не осталось. Я согласен, что времени практически не осталось, что называется, повисло на флажке, как в шахматных часах. Но так уж исторически получалось, что... Как там у Жванецкого... Я имею в виду, не осталось времени для бескровного разрешения проблемы. У Жванецкого, помните, сказано, в драке не помогут, в войне победят. Это про русских. Поэтому я надеюсь, что в очередной войне борьбы своей властью и народа победит народ. Главное, чтобы, как вы сказали, мерзавцы снова не пришли. Ну что ж, на этом у нас все. Удачи. У нас в гостях был Иван Стариков.